здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема ирригационные системы сейчас узнаете что это что такое ирригационные системы это значит оросительные и поливочные вот у меня на столе большое количество но это очень малая часть из того что вы видите в магазинах почему именно эти шланги здесь на столе да потому что сейчас все больше и больше прогресс идет вперед знаете ли и теперь поливочные шланги они не просто пропускают через себя воду они еще имеют такую возможность либо капельно поливать либо как вот эти шланги пропускать воду здесь очень много отверстий они называются сочащиеся и такие шланги вы можете уложить и в теплицах и в парниках и на грядках и если у вас даже нет насоса но бак стоит или запасы воды в бочке где-то чуть выше ваших грядок и теплиц то самопроизвольно самотеком вода будет течь попадать в эти шланги и тихонечко сочится все зависит от того как вы до прибавите воду намного или убавить и и и так чтобы она едва там проходила тонкой струйкой но тем не менее весь шланг их вот тут несколько они по длине разные естественно по толщине разные вот этот нижний шланг обратите внимание он капельный то есть там нанесены отверстия как и на этом желтом и при попадании воды протекая по шлангу да там где есть дырочка вода будет уходить в нее даже если она микроскопическая и медленно и верно будет смачивать землю если такая необходимость в этом есть конечно это прекрасно когда в теплице есть капельный или вот такой вот сочащийся полив это же здорово растение будет получать влагу независимо от того на даче вы или не на даче это просто здорово это же какое освобождение рук ног леек и бочек это правда очень тяжело поливать при причем это же все дозировано дается растение не может как бы до каждый день вы даете палитру помидорам вот такие хозяюшки тоже имеются поэтому поливать такими системами гораздо удобнее но все эти системы они не 50 метров можно их соединить их может 50 и не надо потому что за один раз не утащить на дачу шланг до пожилому человеку чтобы все это как-то там соединить и все как-то чтоб работало конечно проще соединить а как соединить видите здесь есть такие специальные штуки переходники как мы и зовем но вообще у нас себе их называют грибочками они могут быть всевозможных разных размеров для шланга толщиной такой для шланга вот это самые популярные но переходники есть очень тонкого шланга переходники такого типа есть разные есть очень тонкого шланга на очень толстый да посмотрите вот это на два конца толстого шланга но они же разные обратите внимание какой здесь вкручивается внутрь и какой здесь на выходе или например вот этот вот видите какой тонкий он подойдет вот для таких сочащихся со шлангов а здесь да это не грибочек это просто воткнул и очень разумно все сделано видите как резьба нанесена так чтобы обратно даже при хорошей струе воды все это не выскакивала это все сделано для того чтобы было удобно ну некоторые скажут да ну я ведром поношу ну я тоже ведром поношу только спина не железная поэтому я вас просто знакомлю ваше дело выбрать и ваше дело все это применять очень приятно когда приходишь в теплицу а там растения здоровенькие веселенькие листики зеленые напоенные причем подача воды регулируется вашими руками а не кем-то там извне и это очень важно все эти пластики стоят на самом деле очень недорого служат они очень долго такие грибочки в моем арсенале то их очень много правда они синие зеленые красные оранжевые серые всякие разные но они не ломаются у них принцип очень простой я попробую все это открутить и показать сняли вот просто все сюда шла отделена шланг а потом шланг воткнули между этими лепестками и поскольку у вас вот эта гаечка она уже на шланге подводите и просто закручиваете здесь не надо никаких ключей не надо никаких особых усилий с обоих сторон и здесь и здесь на зиму все разобрали а магистрали которые сейчас используют садоводы знаете мне удобнее не металлическую трубу тащить за 150 метров а выложить это шлангами осенью я все скрутила убрала причем все эти шланги прекрасно себя чувствуют если помещение будет не теплое но чтобы туда солнечные лучи не попадали и если вы укладываете шланг в теплице то пожалуйста под мульчу это тоже очень хорошо сохраняет вот качество этих резиновых пористых как из каких-то современных материалов поливочных систем и они прекрасно работают десятки лет я очень вам это рекомендую ну рассказывать можно бесконечно есть всякие душики есть всякие вертушки правда и там все это регулируется и такой душ и струями и оросительный туманом это все имеется в продаже ваша задача либо облегчить себе работу на даче либо усложнить ее с ведрами и лейками ну а я желаю вам удачи здоровья и всего вам доброго и до свидания до свидания